всем привет с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы посмотрим как и чем можно зарядить литий-ионные батареи а также литий полиполимерные батареи также чем можно зарядить ноутбучные батареи литий-ионные и так что вам для этого нужно нам нужна вот такая вот зарядка здесь их 4 штуки мы возьмем себе одну какую надо вот такая вот зарядка построенная на микросхеме tp 4056 попробую поближе если что то видно вот так лучше вот такая вот микросхема такая зарядка в чем ее преимущество ну во первых уже полностью собранное зарядное устройство подключай и работай также здесь есть два светодиодных индикатора которые показывают когда у вас идет заряд горит красный и как только батарея аккумулятор у вас зарядился то сразу же включается синий либо зеленый в зависимости от какой какой светодиод впаянный что еще можно сказать по этой зарядке вот сюда можно припаять два провода которые будут идти на батарею с этой стороны есть уже готовый разъем для подключения любого источника питания 5 вольт и ампераж от ампера и выше можно не подключаться можно подпаяться и здесь есть два контакта плюс и минус вот такой зарядное устройство сейчас попробуем его в работе так возьмем какой-нибудь первый попавшийся аккумулятор здесь у нас подписанный плюс и минус вон плюс и минус видно и мы в соответствии припаиваем провода все припаяли вот наша батарея подключена к зарядному устройству следующее что нужно это нужно выбрать силу тока заряда силу тока заряда задает вот этот резистор здесь он стоит установленный стандартно на ток заряда 1 ампер ну для такой батареи это довольно таки много если батарея всего то тут интересно сколько же она объемом вижу всего лишь 820 миллиампер то как-то 1 ампер то для нее много я думаю что 150 миллиампер будет самое то для этого нам нужно этот резистор убрать выпаять все резистор мы выпаяли и вместо него теперь нужно поставить резистор другого номинала по таблице сейчас вот перед вами будет табличка на которой вы видите что зависимости от того какую силу тока вы хотите чтобы такой силой только заряжался ваш аккумулятор зависимости от этого нужно и по выбрать резистор определенного номинала ну я сюда поставлю резистор на 10 килоом мне сейчас к сожалению под рукой нету в смд поэтому я припаяю обычный резистор вот наш резистор на 10 килоом так припаиваем его на место старого резистора все наш резистор припаин я ножки не обрезал чтобы было видно что вот он у нас стоит ну а теперь попробуем как он у нас будет заряжать возьмем обычный 5 вольтовый блок питания вот есть вот такая вот зарядка usb зарядка для всего чего угодно так смотрим что у нас выдает 1000 миллиампер ампер аж 1 ампер и вот такой вот кабель мини usb все это подключаем вместе включаем зарядку в сеть и подключаем кабель к нашему зарядному устройству все как мы видим горит красный светодиод того что к живот идет зарядка все наш аккумулятор заряжается точно также можно заряжать и аккумуляторы от ноутбуков от разных телефонов планшетов можно даже полимерные заряжать аккумуляторы единственно только что нужно соблюдать полярность очень быть внимательными и силу тока сила тока ни в коем случае не должна превышать емкость аккумулятора то есть если здесь аккумулятор у нас 150 миллиампер то максимальная сила тока для этого аккумулятора 150 миллиампер но лучше ставить раза в два три в десять раз меньше тогда вы не потеряете емкость аккумулятора точно также для всех остальных аккумуляторов для ноутбучных для телефонных аккумуляторов максимальная сила тока это его объем это если вы хотите очень быстро зарядить аккумулятор минимальная сила тока это примерно одна десятая от объема я рекомендую заряжать именно на такой силе тока одна десятая от объема аккумулятора тогда вы не потеряете ни емкость не работоспособность аккумулятора и он у вас не будет быстро не выйдет из строя вот наш аккумулятор заряжается и чуть позже мы посмотрим как он будет реагировать когда зарядиться итак у нас прошло некоторое время и как видите зарядное устройство светится синим светодиодом наш аккумулятор зарядился его можно теперь спокойно отключать и использовать он абсолютно холодный ни капельки не нагрелся то есть мы правильно выдержали силу тока подпая в нужный резистор так это я уже дотронулся и пошла дальше зарядка импульс какой-то ну можете смело использовать это устройство она во многом может помочь вам если хотите быстро зарядить свой аккумулятор всем успехов удачи пишите ваши комментарии от заставьте отзывы лайки если хотите увидеть обзор какого-то устройства или хотите чтобы пробовал что-то сделать пишите постараюсь выполнить успехов